Глава города Курорта Сергей Сергеев, предваряя доклад своего заместителя по вопросам ЖКХ Алексея Харитонова, отметил, что в пик сезона все службы города работают в напряженном режиме, чтобы обеспечить нашим гостям комфортное пребывание. Сегодня, я вам честно скажу, нам залили. Конечно же, те 90 тысяч кубов ежедневно, которые дают Геннадий Артемович воды, при его возможности 50, так? Представляете, что такое? Почти в два раза больше предоставляет, а она же еще и канализация улетит, это вода. У нас ежедневные практически отключения, и все аварийные, и все равно. Алексей Васильевич, вчера вам день пробовал красаварик по этому вопросу, находим способы, сегодня начнемся работать, да, Алексей Васильевич, мы берем включение нового кабеля, находим формы, находим способы, находим инженерные решения в конце концов, как оставить отдыхающих. И большинство, я уверен, уедут от нас в удовлетворенные полученные услуги. Конечно, это стоит нервов, вашей работы большой. В видении заместителя главы Алексея Харитонова вопросы безопасности, предупреждения и устранения чрезвычайных ситуаций. В вопросах противопожарной безопасности достигнуты максимально положительные результаты. Несмотря на погодные условия, в этом году удается избежать крупных пожаров. В том числе в лесной зоне. Свои плоды принесла профилактическая работа, плюс учения по спасению людей из многоэтажных зданий. На базе центра противопожарной пропадали, прошли обучение по мерам пожарной безопасности 11 900 человек. За нововещим периодом 2012 года 108 900 человек. Рост составляет 109 пациента. Подготовлено конкурсная документация на закупку трех комплектов в первичных средствах стушения пожаров и противопожарной ныне. Это для сельских округов. Аукцион пройдет в августе. Зимой и весной проведены предупредительные работы по предотвращению подтопления хутора Уташ, который располагается, как известно, в Низине, и тревожные сигналы не раз поступали от жителей хутора о затоплении паводковыми водами. Службы ЧАЭС при тесном взаимодействии с муниципалитетом буквально за несколько дней ликвидировали последствия природного катаклизма, заморозившего нынешней зимой Первомайский, Гастагаевский и другие сельские округа. Когда все мы помним, после проливного холодного дождя случилось обледенение линий электропередач, крон деревьев, дорог. Ни одного пострадавшего не было. А ведь обрыв проводов произошел повсеместно. Электроснабжение было налажено за сутки. Алексей Харитонов доложил, что создан резерв материальных ресурсов для ликвидации ЧАЭС в мирное время. К уже имеющимся установлено по городу-курорту 30 цифровых и 5 аналоговых визиокамер, которые уже помогли раскрыть несколько правонарушений. Развернута система радиооповещения. Только на территории сельских округов установлено 250 динамиков. Вторая часть доклада – вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Из краевого и местного бюджетов выделено более 58 миллионов рублей на ремонт дорог. Основные работы по ремонту дороги пройдут в сельско-населенный пункт. Это у нас все будут ремонтированы. Керешково, Крымск, Станицы Анавки, Горького, Мира. Это долгожданное соединение между Усаповой Бабки и Станицы Анавки. Гостогайская, Колхозная, Конфоборская, Кубанская, Худовчико, улица Школьная, Переволокраска, Юрская, Садовая, Рабочая, Мироника. И долгожданная улица Зеленая и Кавказская – это сели Варвара. Явочный ремонт был выполнен на сумму 2,3 миллиона рублей. И на второй квартал выделена сумма на 2 миллиона 400 тысяч рублей. В связи с тем, что все сельские бурга не захвачены были, беспрецедентное решение было принято главой июле этого города. По его поручению выделено 50 миллионов рублей из средств местного бюджета на ремонт дорог в асфальтовом исполнении ищемочном только в сельских населенных пунктах. Особым пунктом благоустройства в докладе Алексея Харитонова выделено озеленение. Недаром Анапу называют городом цветов. Весной и летом высажены тысячи цветущих растений. В качестве подарка городу и его жителям зеленстрой в сквере «Три свечи» высадил 50 лиственных деревьев, 18 хвойнов и 110 кустарников. Сквер стал любимым местом прогулок жителей третьего микрорайона. Анапчане выразили благодарность власти также за такие подарки, как фонтаны у зданий администрации и в Ореховой роще. В первом полугодии удалось решить несколько транспортных проблем. Муниципалитет добился изменения схемы движения по Симферопольскому шоссе. Теперь нет пробок на въезд в Анапу со стороны Чембурского кольца. И по улицам стало свободнее передвигаться автотранспорту, так как в этом году в городе работает семь эвакуаторов. Пять в Анапе и два в Витязево. В прошлом году работал один эвакуатор, который доставлял на штрафстоянку 70 единиц техники. В этом году эта цифра возросла в четыре раза. Участники совещания одобрительно встретили новость о строительстве напорного канализационного коллектора по Пионерскому проспекту протяженностью 12 километров. Проект включен в федеральную программу и будет финансироваться из федерального и краевого бюджетов. Глава Анапы дал указание ужесточить контроль за самовольным строительством и не допускать подключения незаконно строящихся объектов, в том числе и на Пионерском проспекте к городским коммуникациям. Застройщики-нарушители уходят от уплаты налогов, а ведь из них складывается бюджет муниципалитета, края и страны, который возвращается городу вот такими проектами, как новая канализационная система на Пионерском проспекте. По просьбам и обращениям граждан, которые озвучили представители ТОС и депутаты, в протокол собрания внесено несколько пунктов. Решить вопрос о возобновлении маршрутного автобуса Анапа-Тоннельная в вечернее время в районе 21 часа. На Анапском шоссе от детской площадки до улицы Криничной запретить парковку грузовых автомашин на обочине, поскольку в этом месте даже нет тротуара, что угрожает жизни пешеходов. И еще один вопрос по пешеходному переходу будет решен. Съезд с Анапского шоссе на Солдатских матерей, прямо на перекрестке, пешеходный переход. Мы транспортной комиссией принимали решение, это пешеходный перенести буквально на 50 метров, да, по-моему, на остановку, где автобусная остановка, там сделать переход, а на перекрестке убрать. ДТП у нас там регулярно. Поставить вольер. А вы на куб куда перенести? Подытоживая отчет Алексея Харитонова, глава курорта Сергей Сергеев заверил, работы по охране окружающей среды, обеспечению безопасности, озеленению и благоустройству Анапы городские власти будут продолжать, не снижая объемов.